С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Владимир Путин внес в собрание депутатов Ненецкого округа список кандидатов на пост главы региона. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе собрания депутатов Ненецкого округа. Группа задержания Росгвардии подобрала на улице ночного города трехлетнего ребенка. Из одежды на девочке, искусанной комарами, был один памперс, где была мама и как работают с социально опасными семьями соответствующие органы. Наша съемочная группа отправилась в рейд. Решена дальнейшая судьба аварийного здания по адресу Смедовича, 19. Ключ к устранению проблемы с заброшенным объектом искали два года. Плюс два заболевших за последние сутки. В Нарьинмаре выявили ковид-19 у жителя города и иногороднего вахтовика. Президент России Владимир Путин представил три кандидатуры на пост главы региона. Товременно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, директор государственного казенного учреждения Архангельской области, дорожное агентство Архангельско-Автодор Игорь Пинаев и депутат собрания депутатов Ненецкого округа Андрей Смыченков. Сегодня на заседании Палаты законодательных предложений предварительно рассмотрен поступивший пакет документов. Губернатор Ненецкого автономного округа избирается депутатами собрания депутатов Ненецкого округа открытым голосованием. Избирание состоится 13 сентября в единый день голосования. За последние сутки количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ненецком округе увеличилось на два человека. Ковид-19 выявлен у жителя Нарьинмара, который контактировал с ранее выявленным инфицированным пациентом, а также у иногороднего жителя, прибывшего в округ на работу. Перед вылетом на месторождение он проходил обязательную двухнедельную обсервацию в городе Нарьинмаре, где и было выявлено заболевание. Оба вновь заболевших получают лечение амбулаторно. Напомним, режим ограничительных мероприятий на территории региона действует до 30 августа. Все прибывающие в округ без соответствующей справки об отсутствии заболевания должны пройти курс двухнедельной самоизоляции. В Ненецком округе с начала пандемии зарегистрировано 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 272 человека полностью излечились. На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день нет пациентов с диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечения получают 36 человек. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому находится более 500 человек. Улица Смедовича, наполовину пешеходная зона, расположена в самом центре города. Это излюбленное место прогулок для жителей Нарьянмара. После сноса здесь старых деревянных домов облик центральной улицы города значительно улучшился. Осталось решить вопрос со зданием старой типографии. С Медовичей-19 у этого здания богатая история. Когда-то здесь располагались Ненецкая редакция радиовещания, редакция окружной газеты Нарьяна Вендер и типография. С начала 90-х в здании размещалась только что созданная Ненецкая государственная телерадиовещательная компания «Заполярье» «Федеральная структура». Позже, на стыке тысячелетий, компания вошла в холдинг ВГТРК и стала его дочерней компанией. Ещё позднее, в 2005 году, «Заполярье» было преобразовано в территориальное отделение Архангельской ГТРК «Поморье». После переезда отделения в другие помещения на улицах Хаттанзейского здание осталось заброшенным. Хотя собственник у этого объекта всё же есть. Здание и земля под ним находятся в федеральной собственности в пользование ВГТРК. В течение двух лет окружная администрация через Росимущество безуспешно пыталась забрать это здание в собственность округа. Отметила на оперативном совещании, где решалась судьба аварийного объекта, заместитель губернатора Евгения Шимко. Всё это время администрация также пыталась обязать нынешнего собственника содержать и охранять заброшенный объект в целях безопасности города. Однако здание так и осталось бельмом в городском глазу. Теперь спустя два года ушедших на решение проблем Росимущество высказало готовность передать федеральное имущество в региональную собственность. Решение за регионом. Значит оно в таком виде неприглядном и дальше будет стоять. То есть нам либо нужно забрать его из федеральной собственности, снести и после этого, а может быть, даже найти инвестора, который снесёт и что-то там построит на этом месте. Временно исполняющий обязанности губернатора поручил руководство мэрии подготовить соответствующее предложение. Стоит отметить, что улица Смедовича – это исторический центр Наринмара, поэтому к строительству новых объектов здесь должен быть особый подход. Кроме того, после сноса старых жилых домов вдоль улицы освободилось немало земельных участков, которые также ждут застройки. А пока мэрия готовит предложение, окружная администрация начнёт процедуру передачи зданий с федеральной в региональную собственность. Иначе… Он и дальше будет стоять таким чудо-объектом, который разрушается и портит внешний вид. Сдвинулось с мёртвой точки и решение вопроса строительства нового здания инфекционного отделения окружной больницы, которое сегодня располагается в старом здании окружной больнице. По словам руководителя департамента здравоохранения Сергея Свиридова, пришёл ответ на запрос ведомства из Минздрава, в котором говорится, что министерство концептуально поддерживает строительство инфекционного отделения в Ненецком округе и считается лесообразным выделение дополнительных федеральных ассигнований на эти цели. На уровне идеи наш проект поддерживается. Теперь хотелось бы понять, будет ли это поддержано на уровне финансов. Сергей Свиридов пояснил, что министерство уже запросило у департамента техническую документацию и в настоящее время вопрос переходит в практическую плоскость. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». На территории муниципального образования городского округа город Нарьинмар и муниципального образования городское поселение рабочий посёлок искателей прошло ежегодное профилактическое мероприятие под условным названием «Семья». Сотрудники полиции, представители общественного совета при ОМВД России по АНАУ, специалисты по делам несовершеннолетних, комплексного центра социальной защиты населения, органов опеки и попечительства посетили семьи, находящиеся в социально опасном положении. Здравствуйте, с полиции. Проверяем по месту жительства семей, состоящих у нас на учёте. В рамках мероприятия было проведено 65 проверок по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учёте, а это 41 несовершеннолетней и 24 семьи, находящихся в социально опасном положении. Также родителям предлагали помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу», организованную комплексным центром социального обслуживания населения и региональным отделением Красного Креста. При выявлении семей, нуждающихся в материальной помощи для подготовки детей к школе, информация будет направлена в органы социальной защиты населения, а эти семьи поставлены на контроль для того, чтобы их дети вовремя приступили к учёбе. Как показал рейд, открывать двери нежданным гостям хотели не все. Причины для этого у всех разные – беспорядок дома, гости или просто нежелание показывать частную жизнь. Во время рейда было установлено два административных правонарушения за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей. Самая частая причина – это алкогольное опьянение родителей или выявление антисанитарных условий. Это огорчает всегда, потому что детей в семьях прибавляется. Алкоголизм родителей, к сожалению, не всегда исчезает. Принимаются в округе различные меры. У нас через врача-нарколога граждане направляются в реабилитационный центр «Ручей». Это Псковская область под городом Псковом. Они три месяца там находятся на реабилитации, потом еще три месяца находятся в Санкт-Петербурге в социальной квартире. Это помогает избавиться от алкогольной зависимости, но, к сожалению, видимо, не всем, потому что есть родители, которые реально меняют свою жизнь к лучшему, а есть родители, которые обратно опускаются в эту ситуацию. Но обнаружить факты неисполнения обязанностей по воспитанию детей можно и без визита непосредственно по месту жительства. Например, если дети находятся вне дома после начала комендантского часа без сопровождения взрослых родственников. Так недавно весь город облетела новость о том, что в ночное время была обнаружена трехлетняя девочка, которая бродила по улице без взрослых. История могла бы закончиться трагедией, но патрулирующая улицы группа задержания Росгвардии оказалась в нужном месте в нужное время. Патрулируя по маршруту, продвинулись по улице рабочей, увидели девочку около трех лет. Девочка шла в одном памперсе, около двух ночи была, в кепочке и в сандаликах каких-то. Посмотрели, взрослых вокруг нету. Остановили ее, спросили, что случилось. Она говорит, пошла к маме. Мама неизвестно где работает. Мы ее взяли, посадили в машину. Сначала она испугалась, побоялась, видать, с нами сидится. Ну, уговорами всякими посадили ее в машину с собой, сообщили дежурному, подъехал наряд ППС. И в то время у нас тоже сработка произошла. ППС подъехал, мы ее передали и сами поехали дальше на сработку. По словам сотрудников Росгвардии, девочка находилась на улице предположительно до 40 минут. Она была искусана комарами. В отношении мамы девочки было вынесено решение о наказании, которое также повергло в шок жителей города. Административный штраф в размере 100 рублей. Общественность негодовала, но комиссия по делам несовершеннолетних действовала в рамках закона. Назначая наказание, комиссия учитывает общественный характер правонарушения, личность нарушителя, его семейное и имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. И назначает наказание в пределах санкции, указанной статьи. Как я уже сказала, что штрафы хоть и маленькие, но последствия могут быть тяжелыми. То есть это социально опасное положение и в случае неисправления у нас, конечно же, это лишение родительских прав. В нынешней редакции Кодекса об административных правонарушениях штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию детей предусмотрен в размере от 100 до 500 рублей. Однако в начале текущего года Минюст России представил проект нового КОАП, где за аналогичное правонарушение указано наказание в виде предупреждения, либо административный штраф в размере от 500 рублей до 3000. Возможно, для кого-то эта сумма станет основанием, чтобы тщательно выполнять родительские обязанности. Чтобы работать с семьей, нужны основания. Никто не может зайти в любую семью и начать там в ней работать. Ну, по крайней мере, к вам домой ни у кого нет оснований к вам зайти. Вы можете также не пустить, например. Соответственно, если нет никаких учетов, семья нигде не состоит, ни признанно, например, в социально опасном положении, ни в трудной жизненной ситуации, ни в внутришкольный учет, ни в учет в органах полиции и так далее. Соответственно, никто с ней не будет работать, пока не возникнут новые обстоятельства. А вот для семей, уже находящихся в социально опасном положении, основанием для чего является не менее двух протоколов, разрабатывается целый комплекс мероприятий, куда включаются все структуры – полиция, здравоохранение, соцзащита, опека и другие. Их главная задача – сохранить кровную семью. Но, к сожалению, не все хотят менять свою жизнь к лучшему и от помощи отказываются. Однако комиссия по делам несовершеннолетних напоминает, что шанс есть у каждого. Достаточно просто принять помощь, чтобы вернуться к нормальной жизни и воспитывать своих детей в благополучной семье. Екатерина Дементьева, Михаил Веселов, Владислав Ткачев и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На очередном заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа Юрия Бездудного обсудили вопросы, связанные с выполнением требований антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, меры по недобущению террористических проявлений, предстоящий единый день голосования и День знаний. В ходе обсуждения вопроса о выполнении требований антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Ненинского округа членами окружной антитеррористической комиссии было рекомендовано Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта проработать вопрос организации работы на территории региона, аккредитованного подразделения по обеспечению транспортной безопасности. Что касается мероприятий по недопущению террористических проявлений в предстоящий единый день голосования, правоохранительным органам было рекомендовано провести обследование избирательных участков и помещений, задействованных в качестве резервных мест для голосования на предмет антитеррористической защищенности. Кроме того, по итогам заседания комиссии Департаменту образования, культуры и спорта в рамках обеспечения мер по недопущению террористических проявлений в предстоящий единый день голосования и в День знаний рекомендовано проведение практических тренировок по обеспечению безопасности и эвакуации людей в случае террористической угрозы. Также профильному ведомству будет необходимо организовать проведение на регулярной основе совместных тренировок с администрацией образовательных организаций по отработке действий нарядов групп задержания по сигналам тревога сохраняемых объектов образования. 3 сентября в Ненецком округе пройдет акция «Свеча», приуроченная к трагическим событиям, произошедшим в сентябре 2004 года в городе Беслане. С 23 по 27 сентября в Москве состоится 15-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Ежегодное мероприятие традиционно соберет представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов России. Ненецкий округ представят 22 участника. Мастерская по пошиву одежды и аксессуаров с ненецкими орнаментами на рейс, что в переводе с ненецкого означает «весна», открылась в Наринмаре три года назад. На ярмарку «Сокровища Севера» я еду второй раз. Первый раз я там была в самом начале пути в мастерской на рейс. Это в 2017 году. И поехала я туда даже не в составе делегации Ненецкого округа, а сама по себе. Просто мне было интересно посмотреть, как и что там происходит. В этом году я получила приглашение уже поехать в составе делегации, представить свою мастерскую, свои работы. На выставке-ярмарке на рейс представят не только уже готовые изделия из натуральных тканей с ненецким орнаментом, но и совершенно новую коллекцию одежды, где также отражена символика народов Севера. Мастерская примет участие в нескольких номинациях. Одна из них – лучшая региональная экспозиция. В конкурсе на лучшие экспонаты участвует наш мастер Николай Ивылко. Он подготовил две работы в двух номинациях. Это «Резьба по дереву» и «Резьба по ронгу и кости». Тематика двух конкурсов мы с Николаем решили объединить и назвали «Дочь ворона». Это вторая работа, которая будет представлена в номинации косторезных изделий. Называется она «Камлания шамана». Всего в этом году на выставку от Ненецкого округа отправятся 22 представителя. Это мастера декоративно-прикладного творчества, исполнители ненецких песен и артисты ансамбля «Маймбова». В этой выставке и армарке принимают участие из 26 регионов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири, Дальнего Востока и в том числе Ненецкий автономный округ. Ненецкий автономный округ не остается в стороне. Он каждый раз принимает участие. Ни одну выставку он не пропускает. И это у нас заложено в программе сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе. Это защищенная статья и мы к ней всегда с большим удовольствием готовимся. Кроме дефиле в этнических костюмах, концертной программы и презентации авторских работ, на выставке будут представлены экологически чистые продукты из северных регионов, а также дегустация национальных блюд. И это хорошее мероприятие, которое дает возможность обмениваться нашим мастерам, нашим творческим коллективам, людям, которые посвятили себя именно, проявляют себя как мастера, либо как певца в народном творчестве. И приятно, когда мы вывозим наши творческие коллективы, наших творческих людей на такие мероприятия. Выставка-ярмарка «Сокровище Севера. Мастера и художники России» организована компанией «Абориген Экспо Тур» и пройдет в рамках празднования юбилея Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На протяжении 30 лет Ассоциация стоит на защите прав и интересов коренного населения. Это, конечно, поддержка лиц, в первую очередь ведущих традиционную хозяйственную деятельность. Это вопросы оленеводства, взаимодействия с нашими региональными властями, с исполнительной властью, с законодательной властью. Это участие в различных мероприятиях по обсуждению предложений в различные наши нормативные права на территории субъекта. Ну и, конечно же, это непосредственная связь с населением нашего округа, в том числе через структурное отделение, выезды на территорию. Дерегация Нинецкого округа отправится на выставку в рамках государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера». Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». С 5 сентября на территории региона открывается сезон осенне-зимней охоты на пернатую дичь, а с 15 сентября на пушных животных. Об этом сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Нинецкого округа. Для получения разрешения на охоту необходимо оплатить госпошлину в размере 650 рублей. Дополнительный сбор оплачивается при получении путевок на глухаря, тетерево, росомаху и куницу. Подать заявление на выдачу разрешения можно лично, по почте или через региональный портал госуслуг. Личный прием граждан осуществляется в здании Департамента по адресу город Нарьинмар, улица Ваучейского, дом 36.